Главу города возле одного из подъездов встречали жители дома 44А по проспекту Ленина. Буквально сходу Николаю Горшинину люди начинают жаловаться на плохую работу управляющей компанией «Техмастер». В обоснованности претензий глава решает убедиться лично. Совершая обход при домовой территории, особое внимание уделяет нескошенной траве, достигшей человеческого роста и некоему подобию детской площадки. Значит, это у вас что за сооружение травмоопасное? Что это такое? Возмущение Николая Горшинина вызвали и деревья, до сих пор напоминающие о прошлогоднем декабрьском апокалипсисе. Пройдя чуть глубже в лесной массив, Горшинин отмечает, под жесткий контроль придется брать не только работу управляющих компаний, но и учреждения социальной сферы. Состояние, прилегающее к детскому саду территории, не соответствует никаким требованиям, правилам и санитарным нормам, поскольку большинство жалоб от жителей поступало на отсутствие ремонта в самом доме. Вместе с представителями управляющей компании Николай Горшинин лично произвел осмотр состояния помещения внутри одного из подъездов. Начали с подвала. Не советую, нет, нет, не советую. Ну, подрешите. Я просто посмотрю. Горшин? Ага. Так. А провода, а с проводами что здесь? Впечатлевшись к увиденным здесь, отправились в помещение душа для общего пользования. По версии представителей управляющей компании «Техмастер», исправить ситуацию нет возможности. В молодоме огромные долги за уже потребленное ЖКУ. Однако, жители рассказали Николаю Горшинину, что долги на лицовом счету растут из-за того, что в доме есть ряд квартир, в которых никто не живет уже долгое время. Этот покойник уже хозяин. Давно Косис гнили, 20 лет, я тут живу, его нет. А там проживает. Но он не платит. По версии жильцов дома, коммунальщики не предпринимают никаких действий для взыскания долгов с нынешних хозяев. Управляющей компанией раз в раз мы говорим о том, что это ваша обязанность совместно, конечно, которая вам будет помогать, совместно жить, совместно с жителями. Это работа управляющей компании по долгам. Потому что в конце концов это ваши деньги. Вот деньги те, которые пошли сейчас на ремонт в тот же душевой и в тех же подъездах. В ситуацию Николай Горшинин взял под свой личный контроль, распорядившись сделать полный анализ ситуации по каждой из квартир. Первое, что мы сделаем, до пятницы мы приведем благоустройство здесь. Второе, ремонт и то, что у вас есть даже в этой дешевой, и то, что у вас подъезды. Однако, глава очередной раз подметил, что чистота и благоустройство во многом зависит и от самих людей, и предложил для начала абсолютно всем жителям выносить мусор в специально отведенные для этого места, а не просто оставлять в кустах. Зарина Сефединова, Наталья Васильева, Евгений Рафеев. Новости Демтравграда.